Привет, мои биатлонные друзья! Наконец-то мы встретились с Русланом Васильевым. Да, здравствуйте, здравствуйте. Он не посещал гонки на первой неделе все время. И имеешь какое-то представление, мнение об этом. Поэтому сначала хотелось спросить у тебя твое мнение о выступлении белорусской команды. И у Смольского с Олимпековой лидеров всего одна медаль на двоих. Что это? Такой груз ответственности, что они не справляются или что-то не так в подготовке? Ну, я так. Обо всем по порядку. Значит, по итогам. Ну, итоги у нас для белорусской сборной через четвертого этапа, в принципе, благополучные. Потому что, ну, Антон Смольский сохранил лидерство в общем зачете. Динара Смольская вышла. Я уже буду ее звать Смольской. Хорошо. Прости меня, да. Она уже Смольская. Пусть будет Смольской. Вот Динара Смольская, она вышла после спринта и бронзовой медали на первое место в общем зачете. И удержалась таки на нем. И кроме того, у нас есть победы два серебра Лазовского. И сенсационная по предыдущим выступлениям неудачная бронза Никиты Лобостова. И, кстати, вот эта бронза Никиты Лобостова, она дает понять, ну, что те же проблемы у Смольского, они, ну, так скажем, не определяются какими-то, ну, то, что у него форма пропала или что-то другое. Здесь есть два фактора, почему Смольский, допустим, не выиграл ни одной медали. Первый фактор это то, что у него не складывалось три стрельба, особенно Лешки. И то, что он говорил мне честно о том, что он сам виноват. То есть он хозяин трассы, но при этом в преследовании, да, в преследовании, ну, где он сделал один-три на Лешках, он неправильно, парень, дошел к огневому ромбежу и, задохнувшись на этом пульсе, он и намазал три раза. Это первый фактор, да. Вот то и Лобостов у него были, у Никиты очень страдал, кстати, потому что он ведь снайпер. И он признанный снайпер, он мазал и мазал, и мазал много, и не понимал, и он честно признался уже после спринта мне, что, ну, проблема достаточно серьезная по той причине, что он не чувствует промахов, он не понимает, где ошибается. И после этого был еще неудачный при преследовании, вот он выходит на мастарт и делает, ну, на четырех огневых ромбежах. То есть я думаю, что аналогично счастливо может переломиться, ну, я имею в виду именно на этапах в Раубичах, Судьба и Антона. Ну, а вторая причина, она лежит на поверхности. Очень серьезная конкуренция со стороны российских команд. И в той же женской труппе Белого Цирка нашего Кубка Содружества, вы посмотрите, как были резвы, энергичные россиянки, которые отработали сборы в горах. Ну, опять-таки, и мы все время были на равнении. То есть у нас стратегия такая, что мы весь сезон проводим на равнении, потому как соревнований зимних на высоте нет. Мы отдыхаем от гор по различным причинам. Ну, если я так вспоминаю, что в летом мы как-то не решили проблему, куда нам выезжать. А потом мы уже как бы и методически решили пойти тем путем, контура, как я понимаю, не понимает Эдуард. Понимает, не понимает, да, сори. Эдуард Латыпов, когда он говорит, что без гор нельзя вообще. Вот белорусы пытаются доказать, что без гор, то есть с пропуском одного сезона выступать можно, во-первых, этот сезон довести до ума, а во-вторых, ну, идет расчет, опять-таки, на пресловутую олимпийскую перспективу, что организм, отдохнувший от гор, отвыкший от них, когда мы, дай бог, отправимся туда, то эффект от этого горного, от горных тренировок и сборов, он окажется многократно сильнее, чем если ездить туда регулярно, не давая организму остыть от гор. Понимаешь? Вот, поэтому я не знаю, что будет на следующем этапе по той простой причине, особенно вот насчет Динары Смойской, по той простой причине, что, во-первых, а, как у нее будет состояние, потому что и психологически, когда ты знаешь, что ты эту гонщицу, допустим, куклину всегда обыгрывала ногами, и тут она тебе резво так обходит, ну, это не просто пережить. А во-вторых, ну, ты чувствуешь и по себе, что ты слабее, да, вот, но и посмотрим, куда качнется форма россиян, потому что все эти дни же, они высчитываются строго до одного дня, когда будет пик, когда будет, и начнется спад, и причем иногда это даже не спад, а обрушение. Вот будет интересно, начиная с четверга, все увидеть. Да, тем более, куклина выступает уже раньше, она раньше спустилась с гор, приехала еще в Ременске. Вот ее может накрыть. Вот ее может накрыть, да. Там разбегалась, но я бы сказал, что все-таки, конечно, Каминский действительно большой тренер, то, что он в нее поверил, потому что многим, и не буду скрывать мне в том числе, оказалась эта перспектива сотрудничества сомнительной, потому что спортсменка уже возрастная, перепробовала работать по разным методикам, с разными тренерами, не сильно ей что-то помогало, и начало сезона было тяжелым, и в плане здоровья, и в плане показанных результатов, что уже особой такой веры, что она вернется на свой оптимальный уровень, не представлялась. Но, тем не менее, и сама Лариса доказала своим упорством, тем, что работала не покладая рук, и Юрий Михайлович, который, к тому же, еще до этого никогда не работал с женщинами, и в лыжных гонках, и в биатлоне, он всегда был мужским тренером, и вот лишний раз доказал, что нету таких стереотипов, мужской или женский тренер, а есть хороший и плохой. Вот, наверное, это ближе к истинам. Знаешь, я вот даже не знаю, я как-то не хочу нарушать эту вашу малину, вы так довольны, вот и Каминскому поете о санну, я скажу, ну, ребят, ну, подождите, это только краткосрочный эффект. Ну, да, она провела сколько? В Демнину у нее были результаты? Да, она расставища шла, 3-2-1. 3-2-1, то есть у нее две хорошие недели. Я сразу же вспоминаю, ну, и Каминский, ну, а вспомнили, как Акимова здорово выступала на январских этапах, да, по-моему? Ну, даже на декабрьских. На декабрьских, да. С Лопуховым. Там Почуфарова, как выступал на декабрьских этапах, вот у нее, то есть, два-три этапа, а потом, ну, и что, и где. То есть я говорю, давайте, то есть, да, краткосрочного эффекта все великолепное это сотрудничество достигло, а что будет дальше, да, все-таки, ну, я просто, ну, как бы я бы не так уже умерил бы пыл. Да, молодец, да, молодцы. Да, Каминский начал работать с женщинами, может быть, это его новое дыхание, его новое окно возможностей, но все-таки давай чуть-чуть попременим с такими глобальными комплиментами. Кстати, коллеги мало обращают внимания, а ведь финансовый вопрос тоже многих интересует. Так вот, за три гонки, ну, там, конечно, за вычетом налога, потом это все будет, на Кубке Содружества Лариса заработала 900 тысяч рублей. Это больше, чем она зарабатывала за сезон в Кубке Мира, я так полагаю. Да, ну, вот видишь, в Турцию, значит, пойдут переводы, насколько я помню. Ну, Михаил уже здесь. Да, уже, значит, не пойду. Значит, не пойду. Ну, вот, и хочу вот еще, уже я спросить, вот, в принципе, как вот получилось же очень, ну, накладка по метеорологии однозначная, потому что, ну, такое, даже, ну, мы привыкли уже к тому, что у нас вот такие неизимые охмать, но я вот тебе рассказывал уже уже неоднократно, что, ну, зима была с середины ноября по третью декаду декабря. Удивительная, роскошная зима. И даже наши биатлонисты, которые проводили после стартов в Увате, нет, в Тюмени, да, сбор в Раубичах, они, ну, просто роскошествовали. Потому что, ну, зима стояла удивительной. И поэтому, кстати, мы во многом столь удачно выступили в Рязани на третьем предновогоднем этапе Кубка Сандруса. И тут эта погода. Во-первых, конечно, опять-таки, пошло удары по трассе. Ну, и вообще, то есть, антураж, я даже вот по картинке, ну, темный, хмурый. Вот как вас принималось с гостями наши так? Ну, во-первых, я скажу так, все российские биатлонисты, даже которые представляют Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и так далее, все говорили, что лучше бегать в таких условиях, чем в минус 20. Это просто даже не обсуждалось. Да, единственное, были... Это, знаешь, это референтный метод истинный, да, сравнения. Жалобы, ну, на то, что трасса медленновата из-за мокрого вот этого снега на леди и то, что там шли по одной колее, обгонять негде было. То, что на рубеже флажки мокрые, не так показывали ветер четко, как они обычно должны показывать. Это я, причем, я хочу отметить, что вот что-то... Я занятный, да, что про эти флажки, да, я же отслеживал все эти и российские СМИ. Один спортсмен нравится, а у второго переспрашивают на эту же тему флажков. Что, что, о чем? Да нет, вроде бы, как бы, я ничего не заметил. То есть, это, опять-таки, вкусовщина. Ну, вкусовщина. Ну, пусть и на профессиональной основе, конечно. Латыпов, кстати, жаловался, что спуск долгий перед стрельбищем, и он перевосстанавливается. То есть, к четвертому, пятому выстрелу у него падает пульс, и ему некомфортно стрелять уже не на рабочем, а на низком пульсе, и он мажет от этого. Так это надо ему объяснить, что это сейчас он на подъеме эмоциональном и карьерном. Вот когда поедет с ярмарки, так пусть будет быстрый, пусть не волнуется. Ну, это шутка, конечно. Я очень уважаю нашего градничанина. Мне напомнило вот лично атмосферу в Оберхофе, потому что там все время мерзли ноги из-за вот этой повышенной влажности, какую бы обувь ты ни надевал. И при том, что температура не низкая, вот даже в Антхольце минус 10 бывает вечером. Даже больше. Но там сухо. Да. И ногам тепло, все время нормально. А тут, когда ходишь по этой сляготи при нуле, все равно потом надо бежать в тепло, как-то отогреваться, и так далее. Вот это и классическая уже белорусская зима, и с этим вот ничего не поделаешь. Я говорю, ну, как здесь было роскошно. Вот если бы вот те этапы сибирские, да, ну, они идеально бы вписывались. Но знал бы, соломку бы постелил. У нас такого декабря, ну, первых двух, такого ноября уже не было, по-моему, лет 20, если не больше. У нас тоже лет 20 не было такого ноября морозного. Поэтому тут ничего не сделали. Ну что, по пятому этапу. Кто будет пытаться главным образом догонять Смольских, пытаться догнать в общем зачете? Ну и, по-моему, тут нужно обговорить, что, конечно, система начисления очков, она, мягко говоря, нуждается на будущее в корректировке. Да, я бы, во-первых, сделал большую дифференциацию между призовыми местами и победами, как это на Кубке мира. И, во-вторых, с учетом того, что все-таки, как бы, ну, спортсмены пропускают отдельные этапы, можно было бы пару гонок сделать вычеты. Потому что там и та же Куклина много пропустила, и сейчас там занимает 11 место все равно. Но зато 2 единицы, это приятно. Да, средняя температура по больнице, ну, я думаю, что тут, как бы, Латыпов, мне кажется, все-таки основной конкурент Смольского. Я думаю, что он и на второй неделе будет не менее сильно выглядеть. Хотя там, да, больше 50 очков, это много по нынешней системе. Но и два этапа, еще и Тюмень останется. Поэтому я вот считаю, ему стоит Латыпово остерегаться. А у женщин там получилось так, что летом были одни хороши, зимой другие. Вот Гербулова и Гербушева основные соперницы, казалось, но они выступают еще хуже, чем Динара. Потому что у обеих не клеится стрельба. Это вообще бич нашей женской команды. Ну, я уже говорил о работе Норицына, как стрелкового тренера, она не выдерживает в этом сезоне никакой критики, особенно по женской команде. Что касается Шершилова, у них после Гор тоже идет расфокус. Ну, ладно, Казакевич делает пять на одном рубеже. Но когда Воронина, Дербушева, я вот как раз по-старому их привык всех звать, вот, Дербушева, когда она не может попасть в стрельф, делает там спринте, пять там в контактной гонке, но это уже тоже никуда не годится. Она же снайпер. У нее это сильная сторона, а она оказывается слабая. И, конечно, проблема в том, что в группе Шершилова так и не появилось сильного стрелкового тренера, ну, это тоже ничего хорошего. Поэтому, ну, кто будет преследовать, наверное, вот тандем Носкова-Каплина, самые быстрые, и Носкова продвинулась уже на четвертую позицию в тотале. Если Катя сохранит стабильность и будет, ну, попадать, стрелять так, как она стреляла последнюю стойку, то может включиться вот в эту борьбу. Кстати, вот пускай она меня извинит, Екатерина Носкова, но я когда слышу Носкова, я сразу Луиза. И все, я не могу другого имени приклеить к этой фамилии. Вот Луизу Носкову я помню, а я думаю, какая Катя Носкова, Луиза, знаю, Екатерина. Буду привыкать, буду привыкать, конечно. Ну что, я хочу сказать так, что мы, конечно, вы преследуете нас, преследуете, но мы отстоим в Раубичах, приедем в Тюмень и заберем оба тотала, как ты говоришь. Продолжение следует...